Вот в Чечне, как-то вообще грозно, и от него ничего не осталось. Там жить нельзя, практически как-то там живут, но... Или Ленинакан, где было. И вот теперь, если мысленно перенести в ситуацию культуры, то есть вот вместо города или дома, в котором ты жил, представить, что это культурный слой советского общества. Ведь советское общество, какое бы оно там ни было для нас, там неприятным, тоталитарным, но это был чёткий дом со своей культурой, со своими правилами, жёсткими и так далее. И там люди жили. Вот когда это рухнуло, рухнуло советское общество, и вместе с ним рухнул вот этот невидимый дом культуры, то нынешнее поколение оказалось беженцами, то есть практически это люди без дома, без культуры. Вот те, кто сейчас вырастает, у них нет культуры. Та российская дореволюционная культура, она забыта, она в учебниках истории, там Пушкин где-то был, Достоевский, Чайковский, Рахмановский, это как бы не считается. Советская культура тоже недавно была, но её нет, вот она только что рухнула. И западные, вот попытка, помните, в первые годы перестройки хлынула на нас, вообще поток только западных клипов всех. Сначала все стали смотреть, а потом объелись и выяснилось, во-первых, что это второстепенные плохие клипы, и потом они нам не всегда подходят. То же самое, кстати, произошло и с колбасой, с ветчиной, она оказалась безвкусной, сначала все набросились, и фрукты оказались безвкусными, всё оказалось синтетическим, и все сейчас потянулись к нашему российскому шоколаду, к нашей варёной колбасе, и фруктам, выращенным, без всяких там нитратов. Вот, и вот с культурой произошла такая вещь. Сейчас новое поколение, у них как бы вот нет домашней своей культуры, нет дома, они в состоянии беженцев, то есть они перебиваются сейчас, перебиваются, и поэтому такая убогая, вот в средствах массовой информации, вот такой низкий уровень всего, что происходит там, начиная от поп-песен и кончая всякими убогими этими сериалками и рекламой. Реклама-то тоже ведь, она стала российской, такая жалкая, такая ублюдочная. И всё вокруг стало ублюдочным, и вот таким, каким это общество должно и быть, после того, как оно разрушило, когда упало под гнившее здание, то оно же просто рухнуло, потому что всё сгнило. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ